Вы пойдете еще политикам? Нет. Принципиально? Нет. Но вы можете поменять мнение. Нет. Я там был. Я все увидел, я все понял. Ну, я вам скажу одну вещь важную. Уровень информации, которая ко мне стекается по разным каналам, настолько исчерпывающий, объемный и глобальный, что когда она перемешивается в моей голове для анализа, она мне говорит, никуда не идти, ни с кем не иметь дела, положиться на чудо, которое может с Украиной произойти. Чудо. Только спасет чудо. Украины вообще может не быть. Год-два Украины может не быть. Я об этом говорю со всех телеканалов. Вы говорите о том, кто президентом может быть. Это не актуально может быть вообще. Будем жить в государстве Киевской области. Вы сейчас говорите о скандалах с паспортами венгерскими и так далее, и так далее. Вы об этом? Я говорю о том, что чиновники, высокие и маленькие, подвержены двум главным слабостям. Первое. Коррупция. Тотальная. Они не любят Украину, они любят бабки. И второе. Очень много людей из них являются агентами Российской Федерации. Вы говорите о тех, кто сейчас даже у власти. Так они в первую очередь. Конечно. Те понятно. Я об этих. Конечно. Вот две главных проблемы. Коррупция и агентурная деятельность на благо государства-агрессора. Вот из этих двух факторов Украины может не быть. Дважды два четыре. Мы закончим на позитивной ноте. Да, давайте. А знаете, в чем позитивная нота? Мы сидим в центре Киева. Мирного. Мирного. Салат оливье. Видите, на столе. С раками. Да. Странно звучит. Хлеб черный. Хлеб есть, салат есть уже хорошо. Уже неплохо. Люди улыбаются. Красивые девушки осенью гуляют.